Всем-всем-всем громадный привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня вас ожидает видео Модные шапки сезона 2018-2019. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно исправляйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Недавно я достала коробку со своими головными уборами для зимы и поняла, что у меня их очень много. Я снимала даже отдельное видео, где показывала их все-все-все. Но, знаете, в чем была проблема? Я начала смотреть одну модель, вторую модель, третью модель, но так не могла определиться. Модно это, не модно. Буду я носить это в этом сезоне? Не буду. И понимая, что внутри такое какое-то сумбурное состояние, я решила провести аналитику, собрать информацию, посмотреть показы и понять, что актуально конкретно в данном сезоне. Вы знаете, для себя я посерпнула грандиозное, колоссальное количество информации, вдохновилось, и я хочу поделиться с вами этим же. Наверное, никто не удивится, если скажу, что кепи очень популярны. Кстати, я буду поворачивать голову сюда, потому что у меня здесь основная часть информации представлена здесь. Кепи. Мы напривыкли, что кепи это фетр, это кожзам, кожа, может быть, бархат. Такие вот более повседневные материалы, более тонкие. Но дизайнеры рекомендуют сейчас носить кепи массивные, то есть это может быть вязаные кепи, меховые, это может быть сочетание из разных фактур. Чтобы не было холодно, рекомендуют подбирать себе кепи с утеплителем внутри, с наполнителем. И самое интересное, что чем оригинальнее оно будет, чем более фактурное, более детальное, в нем будет подобрана дополнительная сторона, тем это круче. Впечатлений кепи лакированные. Я вот сейчас как раз на них смотрю, громадная вот такая а-ля Гаврош кепка с большой-большой брошкой, с ремешками, меховые кепи, то есть это какой-то искусственный мех, желательно контрастный, яркий, и это будет просто улет. Конечно, это будет вырвиг глаз смотреться на улице, но мы же знаем, что все, кто следит за модой, они немного отличаются от остальной серой массы. Также я хотела сказать, что вот такие вот кепи можно носить как с какой-то лаконичной одеждой, да, допустим, у вас будет одна броская деталь, это само кепи, но, тем не менее, никак не запрещено носить их наряду с контрастными, яркими, другими деталями в одежде. Допустим, у вас может быть какая-то шуба, броска и кепи, тоже не менее такое выделяющееся. У вас могут быть еще отличный шарф, шарф в смысле отлично не классный, а отличный по цвету от других деталей в одежде. Чем не суразнее форма кепи у вас будет, тем это будет смотреться круче. Просто вот такие вот громадные. И еще одна маленькая деталь, если до этого мы носили все кепи, которые были вот так вот, да, вот по уху, либо слегка заходили за ухо, то сейчас можно подбирать такие, которые будут вот прям открываться и закрывать эту часть, то есть, чтобы на шею не дуло и чтобы ухо не задувало. Еще одна деталь, это шапки-шарфы. Может быть, у вас есть снуд какой-то старый, да, и вы помните, как мы носили раньше снуд, не только как шарф, но иногда и как капор на голову. Так вот, сейчас рекомендуют вот именно такую деталь. Она чем-то схожа с шапкой балаклавы, но более объемная. Цвет не имеет значения, то есть, вы можете под свой гардероб, как у вас он составлен, подбирать какую-то либо походящую, потонутую вещь, либо контрастную, выделяющуюся. Шапка-шарф может быть лаконичной, вывязанной в одном направлении, в одном стиле, либо может быть выделяться, допустим, сама основная часть шапки будет китокосы громадные, громоздкие, другая часть, это будет резинка, либо может быть с помпонами. Тут как вам нравится, нет никаких запретов. Еще один такой момент, воротник на этой шапке может завязываться, может быть, какими-то бантами, может быть, какими-то узелками, узелками с помпонами, может просто вот завязываться самим полотном вокруг шеи, может несколько раз обвязываться, то есть тоже как нравится, такую можно самим связать, можно купить, подобрать. Следующий пункт модного рассказа это билеты. Я хотела отметить, что билеты это вообще моя любовь, и у меня их несколько, и я их с удовольствием ношу. Какие же билеты модные в этом сезоне? Все, абсолютно любые, которые закрывают ухо, которые вот так вот тут слегка как кепи, но без козырька, лакированные, кожа, фетровые, меховые, вязанные, многодетальные, с какими-то декорациями, аппликациями, вот любые, какие вы только видите, главное, чтобы они были оригинальные, не стандартные, необычные. В конце видео я еще озвучу вам несколько модных цветов этого сезона, чтобы было еще проще разбираться, ну а пока что я просто даю вам вот такую вот наводку в фасоне. Кстати, очень классно смотрятся такие билеты с логоманией, и желательно, чтобы лого было контрастно написано, контрастным шрифтом каким-то, цветом этого же шрифта, чтобы это бросалось и создавало такую вот удивительную, красивую картину. Следующая модная деталь это чалма. Вы знаете, я купила себе чалму первую лет так семь с половиной назад, и я все никак не решалась ее носить. Точнее не шапка чалма, а повязка чалма. Она такого дуракотового цвета, очень красивая, но мне как-то нравилось ее носить, да, по дому, я там примеряла, я подбирала образы, но мне не хватало какого-то вот внутреннего настроя, чтобы гармонично чувствовать себя на улице в чалме. Так вот, сейчас я просто горю, чтобы купить себе, я уже нашла магазинчик, один там симпатичный модель, может быть свяжу что-то вязаная чалма, бархатная чалма, трикотажная чалма, чалма а-ля, знаете, как из шерсти мериноса, вот такая вот объемная, такая кричащая. Чалма может быть украшена брошью, может быть украшена какими-то камнями, стразами, она может быть связана из разной нити, то есть тоже нет никаких ограничений. Смело, если вы смелый человек и хотите выделяться на фоне людей, пожалуйста, выбирайте какую-то себе нестандартную. Если вы не совсем уверены, что хотите вообще чалму, вам нравится этот тренд, то можно какой-то поспокойнее найти вариант, то есть тоже на любой вкус найдется свой идеальный вариант головного убора. Я, кстати, находила некоторые чалмы, которые просто вот очень поражают своим великолепием и хочу сказать, что я уверена, что найдутся такие вот ультрамодные люди, которые захотят носить подобные вещи. Следующий пункт это фетровые шляпки, шапки, да, то есть это привычные нами шляпы, да, широкополые, только, допустим, на каком-то утеплении. Тоже здесь нужен необычный крой, красивый фасон, цветовая гамма, опять-таки, я расскажу об этом немножко попозже. Что касается оформления, то здесь, ну, тоже вот, смотря по форме лица, какой у вас овал, в зависимости от этого и будут выбираться поля у шляпы, главное, чтобы это был фетр. С чем носить? Вообще, абсолютно со всем. Можно и с курткой, можно и с пальто, с шубой, и точно так же с пальто-одеялом. Я думаю, в интернете масса лукбуков и можно найти свой идеальный вариант. Следующий пункт, ушанки. Мы сначала, когда произносим слово ушанки, наверное, у многих рисуется воображение, что это такие шапки с 70-х годов, такие им огромные, мохнатые, с искусственного меха либо с натурального меха. Да, в этом есть доля правды, то есть, действительно, если у вас есть шапка-ушанка вот такая вот с тех времен или похожая, но изготовлена в нынешнее время, но по стилю стилизации, напоминающие былые часы, пожалуйста, можно ее носить. Можно какую-нибудь тканевую, баллоневую. У меня есть от Рибок, стеганая такая шапка-ушанка из искусственного меха внутри, но она очень теплая, я тоже ношу ее, люблю. Мне особо впечатлили вот меховые шапки-ушанки, но не обычные, а вот контрастного, яркого меха, такие вот игривые, с ноткой задора, которые очень-очень будут смотреться шикарно на улицах города, мне кажется, они будут привлекать массу внимания и будут подчеркивать индивидуальный стиль. Как я говорила немножко ранее, шапки-шарфы в моде, но вот сейчас я бы хотела показать вам не просто шапку-шарф, а шапка-шлем. Немножко напоминают балаклаву, в чем ее отличие. Балаклава считается более тонкая ткань, трикотажная, либо какая-то вот как термобелье, из которой изготавливается. Шапка-шлем это вязаная шапка, капор вот такой вот. И вот тоже я нашла картинку, мне просто безумно нравится вот этот вот образ, он сногсшибательный, он такой вот ход кутюр. И вот это пример, как можно модно смотреться. Следующая модель шапки это шапка Бини. Очень и очень популярная. Они могут быть разные, они могут быть просто вот, да, однотонная какая-то. Она может быть из тонкой ткани, из более плотной ткани, из вязаная. Мне безумно нравится с логоманией, просто они будут шикарно смотреться. Если у вас любимый стиль спортшик, пожалуйста, вот здесь это очень уместно. Если вы любите, допустим, такие шапки носить с шубами, то мне кажется, здесь лучше выбирать какую-то в одной тональности с остальным гардеробом. Отдельным пунктом хотела выделить нестандартные креативные шапки, которых не как мы привыкли, да, допустим, там овальная форма, квадратная форма, где-то спущенная. Они один угол в одну сторону смотрят, другой в другую сторону. Начало, допустим, серебряное заканчивается красным. Это такое вот немножко фриковское сочетание. И я думаю, в каких-то маленьких городах это будет не совсем понятно для окружающего народа. Но в модных столицах такое оценят, я уверена. Допустим, если вы часто посещаете модные показы, почему бы не попробовать такую вот штукенцу одеть на голову? Также, готовясь к этому ролику, подбирая материал для этого ролика, я наткнулась на нескольких платформах, что модны шапки с ушками, да, ну, не знаю. Я не готова включать в свой модный список шапки с ушками, потому что, мне кажется, мы носили их несколько лет назад, какие-то там шапка-кошечка а-ля или мышка с глазками вот на этой лобовой части. Я не знаю, я не вправе кому-то диктовать, что носить, а что не носить. Если вам нравится, то, видите, многие порталы говорят, что да, это еще по-прежнему актуально. Я, допустим, в этот свой модный список это не включаю, но это лично мое сугубое мнение. Говорила немножко ранее в шапках-ушанках, что меховые шапки модные, да, меховые шапки, не обязательно ушанки, ушанки, конечно, само собой, но и просто меховые. Какие-то береты а-ля вот такие вот стоечки, пилотки меховые. Это очень-очень круто. Здесь главное дизайн, расцветка и умение правильно сочетать с остальными вещами в одежде. Теперь, как и обещала, зачитываем список модных оттенков. Дикая орхидея, кофейный, бежевый, сливовый, бирюзовый, оливковый, фуксия, кораллово-красный, бордо и горчичный. Ну и также из ярких оттенков, если вы готовы вот в свой образ внедрять, то, пожалуйста, популярны индиго, лаймовый и оранжевый. Вот такая была подборка модных шапок от меня. Надеюсь, информация была вам полезная. Если вы заметили, то я немножко поменяла свой имидж и покрасила волосы другой цвет. Напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Буду очень признательна, если вы скажете, какая модель из всех мной продиктованных вам блеска, какую вы купили, а какая для вас под запретом. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Целую, люблю. Пока. Не забывайте подписываться ко мне на канал и ко мне в инстаграм.